Золотая середина для долгожительства это 7-8 часов. Лучше 8. Главной причиной нарушения сна в моем случае был будильник. На генетическом уровне они подтвердили, что есть цикл сна. Нужно различать сон здорового человека и сон человека, у которого есть сопутствующая патология. А выспаться впрок можно? Пациент с апноэ это хуже, чем пьяный водитель. Каждое четвертое ДТП доказано из-за храпа апноэ, невыспанные. За час до сна все гаджеты нужно забрать у детей. Во сне, как и в сексе, нужно найти свою позу. Наш постоянный главный эксперт канала МЕД и я, доктор Тигран. А также представители шоу-бизнеса Эль Кравчук и Салоха. Ведущие программы Павел Шелько и Елена Кравчук. Итак, как долго должен продолжаться сон? Как бороться с храпом и как победить бессонницу? Об этом и многом другом сегодня будем говорить с экспертами в нашей студии. Начнем с вас самого главного общего вопроса, на котором сегодня будет строиться в дальнейшем все. Все эти нормы сна, например, продолжительность, это индивидуальная история или есть какая-то золотая середина, норма для каждого? Золотая середина для долгожительства это 7-8 часов, лучше 8. Возможно, формула сна 7 плюс 1, то есть можно днем еще часик доспать. Секретное оружие предприятия Тойоты более 30 лет тому назад они внедрили на конвейерной линии послеобеденный обязательный 45-минутный часовой сон. Эффективность работоспособности увеличилась после обеда на 50-70%. Аварийность, травматизм на 30-40% меньше было. Инсультов, инфарктов на рабочих местах было на 30-40% меньше. Но это базовые в общем рекомендации для всех. А скажите, в плане возраста, вот есть понимание? Ну вот, не знаю, я думаю, что Андрей здесь меня поддержит. А вот, не знаю, когда там до 30-ти, я вообще не думаю, у меня не было никаких проблем со сном. Ну, устал и просто себе вырубаешься и спишь. Вообще эти темы даже бы и не поднимались никогда. Но почему-то после 40-ка, даже когда очень устаешь, не можешь заснуть. Наверняка есть зависимость от возраста. Когда пациенты у нас в клинике, мы начинаем разбираться в проблемах с бессонницей, со сложным засыпанием. Я задаю вопрос, а что было тогда до 30-ти? Вот тогда шло нарушение сна. Вот тогда шло нарушение... Вот сейчас нам Андрей расскажет, что было до 30-ти? Я хочу вам сказать, что не только 45 минут сна, но и 17 минут могут порой восстановить организм невероятно, тем более артистически. В моей жизни переезды, гастроли и ненормирован сон, это ну как... Это путь в лабораторию сна. Вы знаете, но это просто необходимость, к сожалению, в моей работе. И где-то я прочитал о том, что военные эксперты советовали военным людям 17 минут сна, и после 17 минут сна очень восстанавливается организм. И когда-то я... Помогает? У меня такая нервная система, которая выдерживала... Медитация мне помогала, вы знаете ли. И возможность успокоить свою психику не только сном, но и нормальным дыханием. Но давайте постепенно. 17 минут, это... Как вы прокомментируете эти 17 минут? Жизнь актеров это не поможет. Не поможет. И прямой путь актеров это в лабораторию сна. У нас очень много актеров, я не могу называть имен. И рекомендую, все-таки, когда есть возможность, вне гастролей, с 10 часов научитесь ложиться спать и в 6 подъем. Потом еще 17 минут днем. Вы знаете, но это не мое время, я не люблю в это время ложиться спать. Это стандарт доказанный. Ну не знаю, я, у меня другие стандарты. Я нормально выгляжу, прекрасно себя чувствую, и для этого я в 10 не ложусь спать. Я ложусь спать около 12 ночи в час. Просыпаюсь я приблизительно в районе половины восьмого-восьми. То есть мне в 8 часов сна. Для раскрытия ваших больших талантов рекомендую. Маленький совет. С 10 вечера до 12 часов вырабатывается главная дозировка гормона мелатонин. Ну я попробую. И он дает открытие всех талантов. Он дает иммунитет, сексуальность, активность. А можно еще вот я один вопрос только задам, раз у нас такая дискуссия возникла. Когда-то, наверное, когда мне было вот как раз в районе 30 лет, главной причиной нарушения сна в моем случае был будильник. Звонит будильник, я дергаюсь. Я когда ставлю будильник, я плохо засыпаю. Когда я понимаю, что мне утром, например, ранний вылет, там 7 часов утра, и я понимаю, я бы мог поспать, и мне хватает времени, все равно сна не получалось. Снимаем эту проблему. Смотрите, что мне посоветовали. Заведи птиц. Называется зебра-финч. Такая маленькая птичка. Эти птички, у меня три птички живет дома. Они у меня помещаются на ладошке. Активность этой птицы начинается тогда, когда ты начинаешь двигаться в постели. И только тогда она потихонечку начинает пробуждаться. Чверикать. И ты без будильника аккуратненько просыпаешься, без нервов, не ставя будильник. В 7.30 утра, как правило, птички тебе помогают. А на гастроли с собой? Птичек с собой? Ну, гастроли, это уже, пардон, будильник. Давайте вот эту историю Андрею просто из опыта. Ему советовали, интересно услышать менее наших экспертов. Да, про птиц это иллюзия какая-то, или это есть в этом какая-то правда? Но опять же, если 8-часовой сон полноценный, ложимся в 22, то поверьте, через 2-3 дня вы научитесь вскакивать за 5 минут до будильника и до птиц, который проснулся в 7.30, 8. А вы без 5.6 проснетесь. Бодрый, активный и выспытый. 2017 год. Нобелевская премия в декабре месяце присуждена трём американским учёным, которые с 80-х годов занимались циркадными ритмами. Они подтвердили то, что мы знаем с детства. Нужно вовремя ложиться спать. Не понимали почему. На генетическом уровне они подтвердили, что есть цикл сна 22-6.00, и потом цикл бодрствования. Идут они по циркадному ритму 24 часа. Нарушать ничего нельзя. Нобелевская премия. И следом в 2018 году Нобелевская премия за иммунитет, которая рождается при полноценном сне с 10 до 24.00. 19-й год Нобелевская премия за гипоксию. Там, где начинается подхрапывание, там начинается гипоксия, там снижается иммунитет. Эта тема весьма актуальна. На любой грипп, на COVID, на SARS, там падает иммунитет. Поэтому лечимся, выздоровеем, наврабатываем иммунитет хорошим сном. Теперь я попрошу подключиться нашего эксперта. Скажите, пожалуйста, вы, ваше мнение. Я хотел высказать свое мнение. Более глубоко это, конечно, продолжат более опытные врачи. Нужно различать сон здорового человека и сон человека, у которого есть сопутствующая патология. Это две абсолютно разные вещи. По поводу мнения о циркадном ритме я полностью согласен. Но, насколько я знаю, уже доказано, что циркадный ритм регулируется освещением. И если есть возможность сделать полный мрак в комнате, то можно спать любые 8 часов. Можно спать с 2 до 10, можно спать с 3 до 11. И по поводу количества сна, это тоже очень важный вопрос. Одно дело, сколько нужно спать больному с гипертонической болезнью, с метаболическим синдромом. Другое дело, сколько нужно спать спортсмен. Я считаю, что спать здоровому человеку, у которого нет сопутствующей патологии, нужно столько, сколько ему достаточно, чтобы на протяжении его жизни у него посреди дня не возникала сонливость. Для кого-то это может быть 8 часов. Для кого-то, если вы занимаетесь единоборствами, медитанциями, йогой, то многим хватает и 3, 4, 5 часов сна. А вот отличный пример. Это факт о том, что Уинстон Черчилль спал 4-5 часов в сутки и отлично себя чувствовал в течение дня. Не факт, что он себя хорошо чувствовал. Посмотрите на Уинстона Черчилля. Такой большой человек, всегда сигароп, очень тучный. Он 8 сигар в день курил. Мы не берем его как идеалу. Но вот факт. Это опасно для человека. А вдруг сейчас кто-то смотрит и думает, я хочу, как Уинстон Черчилль, таким же быть успешным, буду спать 4 часа. Опасно? Если он 4 часа спит и чувствует себя бодрым целый день, трудоспособным, у него нету, он не зевает, не сонливый, на здоровье. Но я таких людей не знаю. Спите столько, сколько вам достаточно для того, чтобы выспаться. Если вы спите 7 часов, вам не хватает, вызеваете, увеличьте время сна. Если вы спите 8 часов и вызеваете, увеличьте еще. Если больше этого вызеваете, ищите другие проблемы, которые нарушают тем или иным образом ваш сон. И моя рекомендация всем сделать возможность на протяжении ночи в комнате создать полный мрак. Убрать все светящиеся лампочки, диоды, телевизор, заряжающийся мобильный телефон, пусть заряжается, только носом вниз. Юрий, что вы по этому поводу скажете? Не верьте тем бизнесменам, которые скажут, что я добился своих миллионов, спя по 5-6 часов в сутки. На самом деле, когда они приходят в лабораторию сна, они уже сидят на антидепрессантах, на допингах, на психотропах. Они тяжелые пациенты, больные. И плюс еще и храпят. Там, где 150 перелетов в год, молодой парень, 25 лет, он миллионер, но он живет в самолетах, циркадные ритмы нарушены, он психопат полный, он создать семью не может. Поэтому сон для долгожителей, статистика европейско-американская, больше 40 лет. Оптимально. 7-8 часов. Все. Вот эта полоса была самой длительной по продолжительности жизни. Там, где меньше, он выбивал структуры сна, выбивал циркадный ритм, выбивал мелатонин, а мелатонин несет ответственность за тонус мышц глотки, начинался храп, который оставляет пациента в поверхностных фазах сна. И он не ныряет за тем мелатонином. Пересып оказался хуже. 3, в 2, в 3, 4 раза по некоторым понятиям. Сахарный диабет, метаболический синдром, инсульты, инфаркты в группе пересыпа. 9-12 часов. В 3 раза хуже, потому что там, если есть гипоксия, она будет у 80-100% пациентов. Гипертония, аритмия, метаболический синдром, сахарный диабет. Они храпят, там будет гипоксия. Чем дольше это состояние длится, тем повреждений будет больше. Там, где появился пересып, 9-12 часов, значит, там уже есть проблемы. Спортсменам согласен. В момент подготовки к соревнованиям не 8, а 10 часов сна. Вот вы сейчас затронули тему храпа, мы поэтому хотим и нашего еще одного эксперта подключить. Роман, скажите, пожалуйста, храп вообще. Вот если человек спит и храпит, это влияет на качество сна или это в большей степени мешает человеку, который с ним рядом? Безусловно, во-первых, я бы хотел тоже, вас так слушал внимательно, очень интересно. Я бы хотел тоже расставить такие ремарки. Первое, конечно, мы все преследуем качество жизни. То есть, есть люди, которым достаточно там 5-6 часов сна. То есть, это зависит от психоэмоциональной нагрузки на протяжении дня. Те люди, которые живут в мегаполисах, у них эта нагрузка больше. Также зависит физическая нагрузка. То есть, это все преследует наше качество жизни и в последующем кому-то достаточно 4 часа сна, кто живет, там, занимается цветами, птицами, да, вот, и еще имеет после этого, еще послеобеденный сон имеет тоже, да, и этого достаточно. Кому-то достаточно там 8, а детям иногда и 15 часов сна достаточно. Поэтому, если есть нарушения и качество жизни начинает страдать, это дневная сонливость, это потеря трудоспособности, мы должны искать причину. Когда мы находим причину, устраняем причину, тогда мы устраняем саму болезнь. И в этом помогает, безусловно, лаборатория сна. То есть, это диагностические мероприятия, которые позволяют четко поставить диагноз. Существуют классификации, ассоциации, которые упрощают эту работу. По поводу храпа. Есть, ну, неосложненный храп, да, то есть, когда, например, там, у нас очень многие мужчины любят вечером выпить бокал пива, алкоголь, это тоже провоцирует храп. И это первый звоночек того, что может быть такой предвестник синдрома обструктивного апноэ сна. То есть, апноэ сна, это когда остановки дыхания во сне происходят, и, в свою очередь, это приводит к дальнейшему фаргментации сна, нарушениям гормонального фона и так далее. Наверняка, вы все слышали, что есть люди, вот полные, которые не могут похудеть. Вот они пьют воду и от этого поправляются. То есть, это все приводит к нарушению гормонального фона. То, что говорил Юрий Нестович, это и самототропный гормон, гормон, который отвечает за переработку жира в энергию, в мышечную массу. То есть, этот человек, у него нет вещества, которые утилизируют. Он идет в спортзал, он начинает бегать, пытаться сбросить этот вес, а у него нарастает еще больше ишемия, и он еще больше страдает, и это может привести к инфарту миокарда, и к инсужору и так далее. Да, и безусловно, это тестостерон, мужской гормон. То есть, другими словами, храп это проявление болезни, нездоровый человек. здоровый человек не храпит, верно? Нет, нет, нет. А есть еще вот такой миф, что, например, человек осознает, что у него есть проблемы со сном. Не осознает никто, ни один пациент. Со здоровьем. Он даже понимает, что спит плохо, в разное время ложится. И у него есть внутреннее оправдание, я на выходных, в чем проблема, что ни один, вот тот пациент, который ко мне приходил, он ни один пациент не пришел сам в свои ногами. Приводят жены, мужья, то есть, они не осознают. То есть, это как, вы знаете, поднять человека, там высокие слои атмосферы, где разряженный воздух, ты даешь человеку кубик-рубик, а он так дурачным взглядом смотрит и, ну, не понимает, что. То есть, у него нет осознания этой проблемы. Это очень страшно выглядит со стороны. То есть, особенно, когда есть лишний вес, и когда надо раздышать всю эту массу, это потливость ночная, то есть, вся подушка мокрая и вот это схрапывание ужасное, как будто, ну, человек вот со стороны как будто умирает буквально. И это каждую ночь происходит. Понятно, что со временем нарастает гипоксия, начинают страдать и поджелудочные железа, и это может приводить к диабету. Юрий, а выспаться впрок можно? Ну, вот, допустим, действительно, вот как Андрей, график, вот идут гастроли, по три часа спит человек, по четыре, и потом приезжает, у него есть уикенд, например, длинные три дня, и вот он по 12 часов себе поспал, и якобы организм восстановил. Это правда или некий миф? Последние работы подтверждают, что там, где здоровый сон без храпа, то есть здоровый пациент, ну, не пациент, человек, то в субботу, воскресенье можно часик доспать наперед. Можно. Женщинам, кстати, можно на полчасика побольше поспать. То есть это не миф, что женщинам нужно больше спать? Чуть-чуть побольше. По часу больше женщинам нужно спать. Завтраки готовят мужчины. Женщинам нужно. Они долго разгоняются, долго тормозят, поэтому вот полчасика вам полезно. Но социальный джетлаг по субботам, по воскресеньям губительно влияет на ухудшение качества сна, потому что в пятницу мы хотим попозже лечь, в субботу попозже встать, в субботу позже ложимся, в воскресенье еще позже, и джетлаг, смещение циркадных ритмов в пятницу и понедельника самый страшный. Поэтому понедельники самые сонливые, и по ДТП самые страшные. Сонливыми садятся за руль. Невыспанные. Андрей, из твоего опыта по гастролям, у тебя бывает по два-три часа спишь, а потом приезжаешь, восстанавливаешься себе? Вот я всегда меряю свое здоровье и работоспособность по итогу, грубо говоря, по факту. Я объясню, что имею в виду. Вот если я сплю четыре часа или пять, я лучше выгляжу, я лучше соображаю, я работоспособный, и если я так делаю каждый день, замечательно все. Но, если я, например, сплю восемь часов тире десять, вот мне никуда не нужно. Например, там, вот как правильно мы сказали, у меня уикенд после работы, я выгляжу ужасно. Я, Боже мой, мне надо два дня в себя приходить после длинного сна. Мне легче поспать пять часов, пять часов. Это, кстати, очень интересно, потому что у каждого человека внутреннее ощущение, сколько ему нужно спать, разное. и мы спросили у обычных людей, сколько часов им нужно для сна, с которого по который час они лучше всего высыпайтесь. И вот, что они ответили. На шесть с восемь годин есть достаточно. Как показывает практика, один десять. Семь, шесть. Восемь часов. Сосемь. Восемь, девять. Мне часов восемь, девять. Семь або восемь. Восемь, девять. Да, где-то так. С девяносто до шести до семи. Наверное, с двенадцати до шести. Ну, это часов с одиннадцати до восьми. С десятои до шести тридцать. С двенадцати до семи. С одиннадцати до девяти. С двенадцати до восьми. С двенадцати до восьми. Я хотел бы опять вернуться. Давайте различать сон здорового или условно здорового, недообследованного человека и сон человека, который страдает другими заболеваниями. Это абсолютно разные вещи. Зачастую в моей практике были случаи, что люди плохо спят из-за неправильного питания. Казалось бы, здоровый человек, он недоедает, например, свои калории. Многие сейчас сидят на разных диетах, худеют. Не получаешь достаточно калорий, твой организм будет тормозить метаболизм. Ты автоматически будешь хотеть дольше спать, будешь меньше высыпаться. Тигран, а существует обратный миф, что если ты мало спишь, это ведет к тому, что на сорок процентов больше калорий в течение следующего дня потребляешь. Если ты плохо ешь, твой организм будет хотеть дольше спать. Юрий Нестерич не согласен. Если ты недоедаешь те калории, которые ты потребляешь, то есть ты находишься в дефиците, автоматически твой организм будет стараться затормозить метаболизм. И, соответственно, вы будете более сонливы. Но если мы будем спрашивать про людей с какими-то заболеваниями, то лучше обратиться к более узким специалистам, которые этим непосредственно занимаются. Ну, понятно, если человек с заболеваниями, то в любом случае ему нужно обращаться к специалисту. Обязательно. Проблема сна – это очень, очень большая проблема. Просто мы не представляем себе, насколько это важно. Это и ДТП, это и работоспособность. Пациент с апноэ – это хуже, чем пьяный водитель. То есть это намного опаснее. То есть если человек храпит, значит, ему нужно очень-очень серьезно лечиться. Давайте разделять. Есть храп, а есть апноэ. Вот расскажите разницу. Это такой симптом, а синдром – это апноэ. Это уже жизнеугрожающий состояние. Для более широкой массы я хочу объяснить, что есть просто человек спит и просто во время сна издает громкий звук. Это храп. Зачастую, ну, не зачастую, иногда это не сопровождается ни гипоксией, ни каким другим состоянием. То есть он просто мешает людям, которые вокруг него. А если это апноэ, то апноэ – это уже сейчас доктор расскажет более глубоко, что такое апноэ. Храп является только одним из симптомов этого. Да, это начальная стадия. То есть апноэ – это уже остановки дыхания во сне. То есть когда человек спит, он погружается в глубокую фазу сна, расслабляются мышцы глотки, гортани. И обструкция верхних дыхательных путей происходит на разном уровне. И в момент обструкции дыхательные движения сохраняются. То есть весь кислород поглощается мышечной тканью, легкими. Наступает гипоксия. Уровень кислорода падает в организме до критического уровня. Потом в дыхательном центре идет такой импульс. Идет пробуждение. Человек делает вдох. То есть это вот уже как инстинкт самосохранения. После такого удара мы все пробудились. Да. И это всю ночь происходит. И это называется фрагментация сна. А человек осознает, что он вот так просыпается? Нет. Нет. Вот в этом вся и проблема. Еще есть центральная пункта. То есть центральная от периферического отличается тем, что нет дыхательных движений грудной клетки. Но вот есть такой стереотипик. Просто остановилось дыхание. Не знаю, правда или неправда, что человек во сне, он получается обездвижен, сам организован. Парализован. Парализован, да. Это правда, да? То есть получается, он может только дышать? Мелатонин расслабляет все мышцы в организме для того, чтобы мы во сне никого не задушили, не убили. И сами себя не применили, не причинили себе каких-то... А вот тонус мышц глотки диафрагмы работают. Каким это образом делает мелатонин, никто не понимает. Откуда храп? Не папа с бабушкой, не папа с мамой, бабушка с дедушкой. А это отсутствие мелатонина. А искривленный нос, например, или перегородки, или вот драки какие-то детские, не знаю. Коллега подтвердит. Потом говорят, из-за этого все храпят. Нос перегородка? Нос перегородка находится здесь. Да. Небо здесь, язычок здесь, а глотка здесь. Спадается здесь, и храп отсюда. Ну, есть же храп, который идет из носа. Есть же храп... Есть храп, который легкий, который является прелюдией, рано или поздно он будет в апное. Есть храп, при котором тоже резко падает сатурация, это видно во сне. Есть апное тихое, которого никто не слышит. Жена, респящая рядышком, не видит апное, особенно центральное апное. Я благодарен передаче, которая взрывообразно поднимает эту проблему, которую я уже занимаюсь 20 лет в Украине, знаю ее 30 лет. Мы отстаем на 40 лет. Наконец-то мы начинаем говорить о храпе. Если бы мы только в этой проблеме отставали на 40 лет. 50% мужчин с 19 до 60 лет имеют легкую степень храпа апное. А почему женщины меньше храпят? Это как-то тоже физиологически? Гормональный статус чуть-чуть сохраняет больше тонуса мышц глотки, но к 65 годам выравнивается. После 60 лет 65% мужчин и женщин имеют среднюю тяжелую степень храпа апное. Там их гормональный статус отступает, и в косминопаузе у женщины тоже начинает храпеть. 80% мы говорим о больном сне. 80% гипертоников имеют среднюю тяжелую степень храпа апное. Храп привел к гипертонии. Поэтому ликвидируем храп, стабилизируется давление. Аритмии, все аритмии по сегодняшним украинским протоколам и по гипертонии проходить через лабораторию сна. Хоблы, хозлы, обструктивные заболевания легкие, всех через лабораторию сна, потому что там катастрофическая норма кислорода, уровень кислорода. Норма кислорода запоминаем все. Все сегодня знают, что такое пульсоксиметр. Да, но никто не знает, что он меряет. 96-98% норма кислорода в крови. Должна быть. При 93%, это мы сейчас подводим в диагностическую ночь, сейчас мы покажем, 93% это сонливость за рулем. Храпуны, апнощики. Каждая третья, каждая четвертая ДТП доказанная из-за храпа апнои, невыспанные. 150 миллиардов долларов американские страховые компании теряют в год из-за храпунов, апнощиков. Катастрофы Челленджер взлетел, Чернобыль, атомные станции все подлежат обследованию, потому что нельзя провтыкать атомный реактор. Водитель, вагоновожатый, 80% гипертоников имеют проблемы, аритмии, а если еще сахарный диабет, это будет 100% сочетаемость, коморбидность, сочетаемость этих диагнозов у храпуна, апнощика. 40 диагнозов, пациент ходит на обследование, компьютерный томограф, все, специалист, 10 лет к нам идет, мучается, погибает, ловит инсульты, инфаркты. Как только мы ликвидировали храп, все становится на свои места. Похудение 119 килограмм за 4 года. Парень айтишник, кстати, группа самая тяжелая, молодые, работающие до 3 до 4 часов ночи, еженощный. Кока-кола, 217 килограмм в 25 лет. Депрессия, гипертония, суицид, жена ушла. И импотенты. Импотенты, да. Одна из причин на прощение, Да, Роман. Я еще хочу отметить, это 240 приказ. Я работал в железнодорожной больнице, это приказ безопасность движения поездов в Украине. Вообще, вот, эта проблема очень колоссальна, потому что ей никто тотально не занимается. И в Украине были, вы наверняка помните, в интернете можно найти, когда машинисты наезжали на маршрутки, там гибли люди и так далее. Я был участником такой конференции разбора этих ДТП в Одессе, она проводилась в 13-м году. К сожалению, с того времени ничего не произошло. То есть, одна из причин этой ситуации, это было апноэ у машиниста. То есть, когда едет поезд со скоростью там 110-120 км в час, если человек закрывает глаза на секунду, на 5 секунд, там было 7 секунд, да, он может проехать там 600 метров, грубо говоря, да, абсолютно бесконтрольно. Абсолютно. И, к сожалению, не было регистраторов в кабине, видеорегистраторы машиниста, ни в кабине, ни снаружи. Диагностики не было? Диагностики нет. То есть, все люди, которые отвечают за безопасность движения, перевозки пассажиров, пилоты, опасные вещества, диспетчерские, взрывоопасные вещества, диспетчерские, да, пилоты, вся авиация, они все должны проходить. Авиация особенно, наверное, особенно. Они не должны, они проходят, пилоты проходят, но не у нас. Нет. Да я думаю, и у нас, наверное, проходит. У нас нет, летчики проходят. Лабораторию сна никто не проходит. Военные возможно, но именно заключение, там, хотя бы, хотя бы кардиореспираторного монитора нет. У них нет, у них нет этого прописанного в статуте, поэтому это проблема. Роман, а скажите, апноэ это все-таки больше мужская тема или женщина так же, нету здесь половых признаков? Нет, дети болеют апноэ, то есть дети, аденоиды, гипертрофия, небных миндалин, то есть это тоже вызывает апноэ. Молодые девушки не могут выйти замуж, потому что они храпят и стесняются. Они встречаются с мужчинами днем, а на ночь убегают спать домой. Они храпят. Но это все можно подлечить. У нас есть пациенты, и мужчина, и женщина с масочкой спят. Ну давайте мы, наверное, тогда логично мы сейчас перейдем к теме диагностики сна. И я так понимаю, что у нас есть видеоролик, который нам чуть поможет, после которого мы подключимся к нашим разговорам. Итак, золотым стандартом диагностики во всем мире и в Украине является полисомнография. Когда много датчиков на пациенте, мы видим энцефалограмму, кардиограмму и еще другие датчики плюс видео, аудио. Данный пациент в возрасте 48 лет поступает нам весом 140 килограмм. Как вы видите, на полосе частота дыхания, поток дыхания, паузы по 30 секунд. Он сейчас не дышит. Дышит всего лишь навсего. Раз вдох, два вдох, три вдох, четыре вдох. И следующая пауза по 24, по 19 секунд, по 30 секунд. Суммарно он не дышит ночью 4-5 часов. Это в 15 минут первого ночи приводит к тому, кислород СПО2, мы видим 67, 64%, 63%. Реанимация была 85%. Цифра критичная. Сегодня по ковиду была цифра 90. Показание 92, да. 90-92 у беременных. Мы видим, что у пациента пульс разгоняется с 40 до 113. Тахикардия, брадикардия, тахикардия, брадикардия. Порядка 12 лет гипертония. Слышите, какой храп? Гипертония. 200-220, таблетки не работают. Нарушение ритма. Полная импотенция 6 лет. Сахарный диабет 6 лет. Жена спит в другой комнате, потому что синдром рикошета, который мы сделали открытие, никто не спит с храпуном, спят поверхностно. В том числе детишки, если возле папы спят храпуна. Жена спит в другой комнате, все надоело. Литр водки на ночь, потому что страшно идти спать. Начинается психоневрология, страшно спать. Он не понимает, почему. Чувство страха сна. Теперь посмотрите, мы опустились, не поднимался кислород, меньше минуты. 50% кислород. Что мы видим на кардиограмме? Паузу сердца, остановку сердца. 9 секунд. Хорошо, что оно запустилось, а если нет? 80% внезапных смертей происходит ночью под утро из-за гипоксии. Мозг реагирует, кричит, помогите, встань, пойди, погуляй, в туалет, куда-нибудь. Он пойдет в туалет, заснет в туалете и упадет в туалете. Итак, начинаем сейчас терапию. Это банальный, классический пациент, которых у нас в стране порядка 12 миллионов. А вот сейчас мы видим, как пациент, тот же самый пациент, та же подушка, те же трусы, одеяло, тут же он на фоне лечения. Маска СИПАП, подает поток воздуха, глотка открывается, кислород, вы видите, СПО2, 80, 98, 96, 97, не бегает в туалет, не сушит во рту, работаем, правда, еще с позицией в кровати, на утро бодрый, активный, выспанный. Результат на утро, сразу, удивленный. Не бегал в туалет, бегал в туалет 10 раз. И женщины бегают тоже, это не связано с аденомой, предстательной железой. За год пациент худеет на 50 килограмм, через 2 недели после сна, дома уже в условиях с СИПАПом, через 2 недели, перепуганный звонок в 6 часов утра ко мне. Юрий, если так перед смертью должно быть улучшение, или как? У него все поперло, то, чего не было 6 лет, полная импотенция. Жена довольна, бизнес пошел, кардиостимулятор ставить не надо, давление стабилизировалось день-два, капли в нос ушли, через день-два. Поэтому, вот так выглядит. И диагноз за одну ночь. Поэтому, кто сомневается, жены, запишите на видео, отправьте. Как только идет вопрос, есть остановки дыхания во сне? Бегом в лабораторию сна. Или же маленький диагностический приборчик, это мы можем провести в домашних условиях. Сейчас я продемонстрирую, кто не хочет, кто сомневается. Маленькие часики с пульсоксимметром, пульсоксимметрический датчик и поток дыхания конюлька. Дома запрограммировали, не хотите ехать в лабораторию сна, приехали, новой почтой передали. Передали самый объективный метод, скрининговая диагностика. Недорого? 3000 гривен. Это не 9000 евро поехать в Германию. Понятно. Поэтому. Однажды сталкивалась в своей семье с темой сна, и муж был, возможно, в вашей лаборатории, он не смог там спать полностью, потому что он был подключен к датчикам. И качество его сна в лаборатории гораздо хуже, просто потому что ему это мешало. Для этого немцы делают 3 ночи. Стандарт. Адаптация, диагностика, лечение. Но мы пытаемся делать, вот в данном случае, хватает одной ночи, спритнайт. Есть такая методика, утвержденная, даже Мездравовский протокол есть украинский. Можно за одну ночь провести... Проблема, то есть, показывает. Возможно, не на 100%, но, в общем, она видна. Она есть или нет? 100%. 100% результат. К нам присоединилась еще одна гостья, Солоха. Ну, скажите, у вас проблемы с сном есть? Дякую тебе, Боже, немає, но вы сегодня трешечки описали моего человека. Он храпит, и я, после того, как я стала мамой, уже 5-й год, сплю в другом комнате. Мабуть, из-за того, что, когда женщина стает мамой, какие-то другие инстинкты начинают работать, активизировались, и я стала чути все, будь-який шорох. Тому, в моей витальне мае быть очень темно, ничего не має там горіти, блимати, будь-який шорох, я просинаюся. Тому у нас є така невеличка, скажемо, проблемка, але мы, как царь в царские часы, так и жили завжди. Все окремо, женщина от человека, поэтому я наполовину цариця. Это правда, что у меня что-то изменилось после того, как я стала мамой? Первые блоги, которые я начала размещать в интернете, это были блоги, посвященные многодетным мамочкам или молодым мамочкам. Настолько серьезная катастрофа, я тогда был в шоке. Молодые мамочки с момента беременности не досыпают уже по 4-5 часов спят. Потом, когда ребеночек появляется, 4-5 часов сна. А если многодетные, 4-5 часов сна. И рано или поздно это приводит к психоневрологии, к бессоннице, к депрессии, к храпу и апное. 52% беременных храпят. Поэтому 50% причин выкидышей, преждевременные роды, из-за храпа беременных. Гипоксия мамы, гипоксия плода. В Германии беременную курируют с первого дня. Сомнолог и кокшер-гинеколог. Исследуют, обследуют на гипоксию, особенно в последнем триместре. Тем, кому одели при апное масочку СИПАП, все 100% выносили в срок, родили в срок, из роддома были выписаны в срок. Но теперь следующий момент. Что делать молодой маме? Если уже такая ситуация сложилась. Родителям, родственникам, не папе, папа не должен дежурить, папа тоже должен высыпаться, минимум дневная нянечка, чтобы мама могла высыпаться 8 часов. А нянечку еще надо позволить себе в нашей стране. Это мы не Германия. А потом искать деньги и средства на психоневрологический диспансер, а потом суициды. Чи может прийти певные, скажем, ліки на допомогу, так? Скажем, гормон сну мелатонин. Например, я проходу певную таку профилактику, раз на півроку, один месяц я пропиваю курс мелатонину. Три миллиграми, каждый вечер я вживаю, у меня и дальний сон. Вы самостоятельно подобрали себе это? Или вам рекомендовали? Нет, у меня есть ликор, с которым я консультуюсь. Так, верно. Скажите, ваше ставление до гормона сну, гормону краси мелатонину? Гормон маєте виробляти свій. Той штучний, який є, він відноситься до бадів, а не до гормонів. Тому штучний мелатонин не працює. Добре, ми ж знаємо, що після певного віку... Але кажуть, що працює всі. Психотерапевтично. Якщо доктор переконав, що воно працює. Після певного віку мелатонин у нас зменшується. І люди, чим старши, тим вони мають більше проблеми зі соном. Берегти сон. Берегти сон. Я розумію, що коли ви всі будемо живати мелатонин, він буде працювати, то ніхто не буде звертатися до вас. Якщо б він працював, не було би слабості, тонусу, м'язів, глотки, не було би хрупіння і апноя. Я хотів дати вам совєт. Тобто, задача заключається в тому, щоб допомогти вашому організму, а не робити щось за нього. Тому тут треба все-таки обращатись до поняття гігієни сна. Так, так. Якщо ви будете соблюдати всі рекомендації, вам не треба пити никаких таблеток, БАДів, гормонів і так далі. А звучте ці рекомендації. Це не очевидно для простого людського. Що значить гігієна сна? Це качіственный, хороший матрас. Це постель. Це атмосфера в спальні. Це треба убирати те, що ми говорили, всі мобільні телефони. Гаджети так, щоб нічого не з'явилося. Так, треба успокаувати свою психіку за час до цього. І спокійно готовити себе психологічно і физічно к сну. І тогда... Ну, певні ритуали, наприклад. Конечно. Це некий ритуал-праздник. Сон – це ритуал-праздник. Не просто устал, вирубився себе, як вийшло. Це треба практикувати, якщо ви тренуєте свою психіку, свій сон. Наприклад, я дуже добре засинаю, коли читаю книгу. Я читаю, читаю. В постели читайте книгу, закривайте її і засыпайте. А можу я попросити вас смоделувати таку ситуацію? Вот существует уже проблема, що людина не виходить, например, быстро засыпати, безпокійно спит, що-то об цьому даже думає, можливо. Що вперше? Обратиться к доктору, либо прибежать к медикаментозному вмешательству, или все же попробовать, как вы говорите, вот эта чудодейственность с 10 до 12. Сколько времени нужно это на себе экспериментировать, чтобы понять, работает, не работает, наладився ли режим? Три-пять дней, как собака Павлова, нарабатываем рефлекс. В 10 легли, в 6 подъем. А если не получается заснуть? В 10 лег. Сон нужно заслужить. В Библии сказано следующее. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете и жуете хлеб печали, когда идем в сон. Сон нужно заслужить. Прожить день так с утра, с поцелуйчиками, с обнимашками, с максимально позитивными эмоциями. Давайте вспомним, молодежь, поднимите руку. Когда последний раз вы принимали ванну вдвоем перед сном с любимым человеком. Ну, я просто не помещаюсь, например. У меня очень габаритных человек. Метр 40 помещается. Я помещаюсь. Запровадьте эту методику. Сон, ванна вдвоем перед сном. Мочалочка, каву не пить после первой ночи, бокал вина, голландский сыр. Хорошо. 10-6 мы поняли, это идеально. Фактически это нереально, если говорить. Стараться надо, стремиться нужно. Все же, но есть понятие такое, как фаза или волны сна. Ну, вот упустил, в 10 не лег. Заснул в 12 или в час. Вот как это, работает эта схема? Нереальность. Я хотел бы, чтобы вы убрали этот пессимизм. Фанат, миллионер, самолетом летал за своей футбольной командой. Он пришел в лабораторию сна, говорит, я раньше 12 не ляг, у меня там чемпионат идет. Через год, воспользовавшись элементами культуры сна, ликвидировал храп, он приходит в лабораторию сна, выключает телевизор, готовит масочку и ложится спать. На утро спрашиваю, что же произошло? Представьте себе, фаната выбить в нормальный сон, запустить. Он говорит, Юрий Нестович, я начал получать такой кайф от мелатонина, такой оргазм, у меня бизнес улучшился, я посмотрю футбол по записи утром. Зачем я буду себя портить? Он просто не знал, чего он теряет. Поэтому все реально, когда вы словите кайф, когда работоспособность увеличится, таланты откроются, вы будете спокойней, мудрее и счастливее и здоровее. Ну, в идеале, конечно, хотелось бы. Тигран, из вашего опыта, вот понятие фазы сна, ну, упустил человек, вот вроде в 10, вот бывает такое, наверное, каждый переживал. В 10 вроде хочется спать, потом кто-то тебя потревожил, ты потерял эту волну сна и ждешь какой-то следующий. Да, это большая действительно проблема. Я опять вернусь. Действительно, спать с 10 до 6, это идеально. Это мы знаем. Это нам помогает в этом все. Но, опять-таки, я сторонник того, что если вы можете создать покой и мрак в своей комнате, где вы спите, то вам просто нужно выдерживать общее время сна. Мелатонин-то мы вырабатываем в зависимости от фазы свет и тьма, а если мы можем это, используя наши современные технологии, обеспечить, то это может частично это компенсировать. Но этим нельзя злоупотреблять. Действительно, очень многие люди говорят, звезды, бизнесмены, а я не могу. Не можешь, значит, смоги. Оно того будет стоить. И трудоспособность, и все. И хочу еще посоветовать родителям особенно, которые воспитывают детей, за час до сна все гаджеты нужно забрать у детей. Обязательно. И настроить детей на что-то спокойное, потому что они лежат, ложатся спать, когда мы у них забрали уже в 12 часов ночи гаджет, и им снятся эти выстрелы, эти игры, это все, и дети не могут заснуть, утром они не могут проснуться, и все проблемы с этим связаны. Я как мама еще хочу сказать, что я навіть роблю свитло не таке яскраво. У нас есть, ну, там, датчик мы регулюем, и уже там после 7-го у нас же свитло таке ледь-ледь принижит. Або какой-то ночечок, и все, иди на нит. И когда там тату или няня там мыкают, свитло яскраво, я всегда с ними сварюсь, скажу, не можно. Поэтому я все роблю правильно. Ну, а Роман, допустим, человек, вот, читая книгу, либо же там с гаджетом, вырубается и забыл выключить свет. Вот он вроде бы неплохо себе спит, там, порядком 7-8 часов, но свет включен. Это влияет как-то на качество его сна? Ну, я думаю, что влияет. Он проснется и выключит свет, и дальше будет спать. А если нет, вот, допустим, он вырубился, уставший, Юрий? Синий свет экрана монитора любого гаджета. Желтый, желтый, более желтый. Даже через закрытое века кто-то лежит, попадет в центр зрения, активизирует центр зрения, рядышком центр сна. Поэтому 60% Я даже не про гаджет, а про лампу, которая при постели, при кровати стоит. То же самое. Убьется 60% гормона мелатонина. Я знаю, что еще наша шкіра, она тоже працует как певный датчик и реагирует на светло. То есть, мы спимем, мы можем даже одягнуть повязку на очи, но наша шкіра, она все равно реагирует. Правильно? А еще лучше погладить дитачок перед сном? Погладить. Молодцы, казочку. И вот сэшкира даст сон полноцинный. Ну то есть, недаром в хороших отелях есть, кроме обычных штор, еще те, которые полностью делают темноту. Я считаю, что такие шторы должны быть у каждого человека. Вот эти шторы блэкаут, возможность создать мрак в своей комнате, я считаю, это крайне необходимо. А вот самолет на это повяз, ну, то, что на глаза одевается. Это в условиях студии, где-то присесть, прилечь, поспать. Гостиницы сегодня в Европе борются за знак качества sleep friendly, способствующий сну. 80 параметров. Запахи, ароматизаторы. К чему я веду? Шум. Шум. Ищите сегодня жилье, кто покупает молодежь со специальными звукоизолирующими моментами. Потому что все спешат сдавать дома. Первый этаж ночью слышит, что делает третий этаж. Ночью пошел в туалет. Поэтому звукоизоляция в новых домах это очень большой бич. Своё жилье, свою спальню нужно обеспечить хорошими условиями. Не забывайте еще про температуру. Многие любят батареи включить на 25 градусов. А в комнате должно быть 18, когда мы спим. 16 пусть будет. Знаете, как нос вот так только торчит. То есть немецкий принцип ноги в тепле, голова в холоде, да? Ну, голова у тебя и так будет холодно. Надо дышать. Имеется в виду, что холодно. Влажность нужно обеспечить. Если у вас будет сухой воздух, например, а зимой он у нас у всех сухой в комнате, потому что мы подогреваем воздух, то у нас высохнут слизистые оболочки. Мы проснемся от того, что у нас нос заложат, от того, что мы в туалет захотим. Надо обеспечить. Надо действительно хороший матрас, хорошую подушку. Хорошую подушку. Стараться нужно спать на спине обязательно. Это очень важно. Ну, а хорошо, тот же подбор подушки. Это суто индивидуально? Абсолютно индивидуально. Конечно. Это абсолютно индивидуально. Ты решаешь, не врач решает, ты решаешь себе по комфорту. Во сне, как и в сексе, нужно найти свою позу. Я рекомендую все-таки спина бок-полубок. 5-6 подушек сегодня вечером заведите себе каждый. Сделайте гнездышко. Мы всех пациентов поднимаем. Провокация храпа больше всего на спине. Поэтому поднимаем 10-15 градусов на бок-полубок. А еще, если подушка для беременных, подходит и мужчинам-храпунам. И особенно между ног попробуйте проложить между коленками подушку. Очень комфортная позиция. Стояток сплю, у меня подушечка, что-то... То есть, все-таки поза сна боком намного лучше, нежели человек-полубок. Контролировать можно? За счет подушек идет автоматический контроль. Но мы же во сне как можем себя контролировать, как мы спим? Мы же крутимся, себя вертим. Если вы начинаете храпеть, он вас перевернет. Некоторые даже переходят на живот. Некоторые даже переходят, я слайды, к сожалению, не могу показать, на коленках спят возле кровати, потому что они задыхаются, потому что на животе пытаются челюсть, чтобы отвисало, вот так вот подкладывают, чтобы отвисло челюсть, чтобы легче было дышать, на самом деле это не помогает. А когда они рачки еще ползают по квартире, в 20-25, в 30 лет, потому что там храп и апно, это страшно. Диагноз мозоли на коленках, это наше открытие. Немцы удивились, до чего мы допускаем своих пациентов. Пациенты на коленках спят возле кровати. А существует мнение о том, что режим сна, если добавить дневной сон, особенно для пациентов, которые ночью испытывают прям действительно дискомфорт, существуют даже исследования Калифорнийского университета, которые показали, что у спящих днем всего лишь 20-30 минут на 50% увеличивается концентрация внимания в течение дня, даже улучшается память. Можно ли рекомендовать дневной сон как панацею, возможно, какую-то, как рекомендовать всем, кто испытывает сложности с ночью? Конечно, после обеда особенно. Есть какое-то время обедованные эти приемы пищи? Да, покушали, поспали полчаса, 40 минут, час идеально. Но вот сон после обеда, это больше для людей, которым там за 40, за 50 или это и для... Ну, мы как? Мы когда рождаем детей, мы всех своих так учим с детства. Ребенок должен спать 15-16 часов. То есть мы... Длительность сна зависит от нашего возраста. То есть дети спят дольше. Где-то до лет до 10, да? Да, да, да. Новорожденные, там, и 17 часов они могут спать. Ну, то есть потом, соответственно, после 50 человек опять становится ребенком, ему тоже нужен этот нэп. Нет, 7-8 часов достаточно, да? Достаточно. Классно. Я коли вкладаю свою донечку спать, я иногда и с нею засинаю. Это десь приблизно с 2 до 4. И когда был карантин, когда мы в первый раз такси это было идеальное для вас время. Идеальное. Я думаю, шось я как помолочила. Эти это лучше мелатонин, понятно. Их пока погладил, усыпил и сам там заснул. Да, это удобно. Хорошо, у нас есть еще один гость, Василий. Он бедный, я уже тут сначала шоу, мы никак его не задействуем. Юрий, расскажите, для чего он тут у нас находится? Мы на ролике демонстрировали диагностическую часть и лечебную часть. Так вот, лечебная часть заключается в подборе маски СИПА. Компрессор, который подает поток воздуха, глотка открывается, и тут же пациент никому не мешает, нет остановок дыхания во сне. Он полноценно начинает спать и погружаться в глубокие фазы сна. На утро эффект 100%, сразу же с момента одевания маски. Поток воздуха, человек спит, крутится как хочет, налево, направо, хоть вверх ногами, оно не мешает. Задохнуться невозможно, потому что здесь клапана нет, есть отверстие. Поэтому, даже если отключилась электроэнергия, и вдох, и выдох происходит через вот это отверстие. Методики больше 40 лет. Случайно, австралийский ученый 40 лет тому назад, настраивая прибор ИВЛ, попали на этот режим. На вдох чуть-чуть больше, на выдох чуть-чуть меньше, но глотка при этом сохраняется открытой. Это мы говорим про обструктивное апно. Если центральное апно и гипоксического генеза, мы поднимаем кислород, уходит и центральное апно. Удобно везде, в самолет, особенно американские перелеты берут пациенты, китайские перелеты, где большая дистанция, спят даже в самолетах с такими приборчиками. Процедура лечения происходит в течение 9 месяцев. Через 9 месяцев, когда он наладит элементы культуры сна, наладит свой мелатонин, тонус в мышц глотки восстановится, вес уйдет, жир уйдет при похудении. Можно отказаться вообще. Но он достаточно величайший. Вот первый вариант мне больше понравился. Он какой-то более компактный. Какий первый? Ну, то диагностика. А, это диагностичный. Это не лечение. Тут турбина. Пока что и стоит питание на сменшение размера в приладе. А я уже видел прототипы, гораздо меньше аппаратов. Скоро они появятся, я думаю. Есть, есть. Мы выводим это все на рынок. Все, что лучше. Не мешает. Окружающие начинают высыпаться. Писк восторга, сексуальности, доброты, нежности, спокойствия, мудрости. Якщо в ночи побачу вот эту маску, я взлякаюсь и загублю сон надолго. Зато в ночи он будет больше активным, больше кохания будет в семье. Поверьте. С этим проблем не важно. Попробуй. Маска для кохания. Еще одна тема, которую хотелось бы поднять. Jet lag, так называемый, с перелетами. Есть два направления. В Азию, когда все вперед, в Америку, когда все назад. Как лучше людям переходить этот jet lag максимально простым, легким образом, чтобы не травмировать организм? Если нет нарушений сна, то просто соблюдаем циркадные ритмы, прилетая в ту страну, тут же переключаемся на жизнь в том режиме, в тех циркадные ритмы. Для адаптации приходится по началу два-три дня неделя с возрастом, с интенсификацией jet lag адаптация может длиться до месяца. А если поездка всего? Когда ты прилетаешь на пять дней в командировку, какая неделя? Это очень большая проблема на самом деле, что действительно, когда короткие, долгие, дальние перелеты, может быть, и не имеет смысла перестраивать. Я знаю работы некоторые последние, говорят о том, что нам нужно действительно переключаться на местный режим и переключаться на него уже в самолете. И прежде всего нужно переключить свое питание. Мы питаемся по тому времени, потому что у нас во многом сон зависит от питания. То есть если мы перед сном привыкли кушать за несколько часов, вот так же и держим это там. Ну вот смотрите, например, я расскажу историю про Пекин. Я по работе раз в 16 был в течение трех лет. Самолет вылетает днем по нашему времени. Прилетает по нашему времени в полночь. По Китаю это 7 утра. То есть получается, естественно, что я пока еще питаюсь по нашему времени. Но я для себя отработал на своем организме. Не знаю, издевался я над ним или нет. Но чтобы не приезжать в 7 утра и там утром не спать и не ломать себя, я пытаюсь до 9 вечера довести этот день, отмучить его как-то, вырубиться и тогда с утра на следующий день. То есть я день теряю, но зато потом я уже китаец. Очень здравый подход. Правильно? В Америке чуть проще. Мне кажется, вот когда, потому что Китай опережает по времени, Азия, в Америке наоборот. Ты прилетаешь, тебе нужно ну чуть-чуть и вот в Америке всегда просыпаешься в 5 утра как огурец уже на следующий день. Туда проще. Это как-то, ну, прокомментирую. А в Америке я советую вам ложиться спать уже когда вам вот нужно дождаться тех 9-10 часов вечера. Это будет тяжело, но дождаться и лечь спать. Самое главное не злоупотреблять этими джетлагами, поэтому командировки по 150 перелетов в год уменьшаем, 18-20 перелетов в год уменьшаем, особенно такие длительные. Но тут вопрос семьи, которая там разделена. В Украине живет часть, там часть, и потом рано или поздно видишь, что это приводит к нарушению сна достаточно серьезными. И использование мелатонина на этих перелетах не помогает. Полетевший в казино в Лас-Вегас возвращается оттуда ошарашенный. Там, во-первых, в казино нет часов. Ни часов, ни окон. Ни окон. И когда они возвращаются назад, они не могут понять, где они были вообще, в какой прострации. И вот здесь идет очень серьезное нарушение сна. Но я так понимаю вас, что в идеале в такие джетлаги лучше не больше, чем раз в месяц, потому что это для организма плохо. Из того, что вы рассказывали про миллионеров, это очень много. Очень распространенный миф, особенно часто говорят его нам, девушкам, нашей бабушке, о том, что ни в коем случае не ешь на ночь. Конечно, поправишься. А еще бытует такое мнение, что будут сниться плохие сны, если покушаешь на ночь. Ну-ка, эксперты, развенчайте нам этот миф или скажите, что бабушки все-таки правы. Рекомендую нарушить этот обед. Миф. На голодный желудок не ложиться. 12 часов он не может страдать, мучиться от голода. Это питание нужно, но, как сомнолог рекомендую, включите в меню трептофановую диету. Переведите сразу же. Триптофан – это аминокислота, которой нет у нас в организме. Из нее вырабатывается самототропный гормон, мелатонин. Его нужно подъедать. Что это? В каком продукте? Это мясо индейки, кролик, дичь. К сожалению, красная, черная икра стоят на первом месте. Голландские сыры. Тыквенные семечки с жменями сырые и не жареные. Тыквенное масло, соответственно, там много трептофана. Спортсмены кушают таблетки, чтобы хорошенько высыпаться. Но, кстати, те спортсмены, фитнес-тренеры, которые маленькие, худенькие, загнанные, до последнего клиента работают в течение года с таким режимом, нарушают себе сон. И никакой трептофан, и тестостерон, а тестостерон еще больше усугубляет токно. Как сама спортивная співачка в Украине, я рік тому брала участь у Міс Бікіні в змаганиях. За 4 месяца я привела себе до серйозной формы. Так вот, я тренувалась по 3-4 години на день. Певні, скажемо, продукты спортивного харчування, нестероидного типу. Але у меня був ідеальный сон. Хоча інколи я завершила тренування о 8-9 вечера. В 10-й я вже была вбита. Міс Бікіні, Екатерина Бухша, 15-й год. Міс Бікіні за год набирает 20 кг, тренирует своих VIP-клієнтов до 12-ти до часу ночи. Ложится в 3 часа ночи. Психоневрология, суицидальные мысли в 16-м году на конкурс не попадает. У спортклубы працюют до 10-го, максимум 11-го. До 19-го заканчивай физические нагрузки. Бассейн, пробежки, марафоны до 19-ти после 19-ти поставьте еще группу из рекомендаций ритуала сна, поставьте на недозвон людей, которые токсичны и вас раздражают. Но до 19-ти это вы имеете ввиду, если следовать идеальной теории в 22-го спать. Если, например, в целом человек в 24-е ложится и в 8-е встает, значит, соответственно, ему можно до 9-ти, если что, заниматься. Нет, вы испортите сон, наутро вы будете никакой. Спортзал пользы не принесет. Он больше нанесет вреда, чем пользы. А, например, йога дома? Отлично. Хороший совет. Мы дыхательные упражнения рекомендуем, чтобы пациент научился дышать. Диафрагма. И вот это главное упражнение. Ногу за голову, пожалуйста. Меня интересуют дыхательные упражнения. Ночью сон дыхание будет глубже и на процент-полтора кислорода будет лучше. Более того, йога это антистрессовый, это релакс. Днем кто-то гвоздики вам позабивал, подошли к окошку, подышали, расслабились. Послали всех, гвоздики достали и совет дня. 75% максимальной нагрузки, которую испытывали долгожители в своей жизни. В сексе, в спорте и на работе. Они никогда не перенапрягались. Хорошо высыпаясь, мы все успеем. Поэтому всем желаю высыпания и процветания. Я могу сказать в завершении программы, что вы, возможно, единственный человек в Украине, который профессионально спит. Да. Не так давно, 8 лет тому назад, когда жизнь так пыталась нагнуть, сломать, но я начал использовать советы врачей. Я начал высыпаться и все наладилось. А Роман у нас профессионально храпит. Я, кстати, хотел бы поднять вопрос, мы не обсуждали это, что делать с теми пациентами, которые не могут спать с маской, с ИПАП-аппаратом. Потому что это группа пациентов, которые приходят ко мне. И есть такая группа пациентов, которые отказываются, или жены говорят, я, как вы сказали, я, если увижу, я вынужденно буду уйти. Но это маленький процент. Очень маленький процент. Есть такой процент. Он есть. Он есть. Значит, что мы делаем с такими пациентами? Безусловно, мы оцениваем их носовое дыхание. И мы проводим также диагностику, кардиореспираторный монитор, то, что показывал Юрий Нестерович. Это вообще идеальный прибор, который позволяет нам оценить степень тяжести, в каком состоянии находится пациент. Полисомнограф? Да. Кардиореспираторный и полисомнограф. Если мы видим, что пациент действительно тяжелый, мы не имеем права его оперировать. То есть он должен лечиться в лаборатории сна. Потому что если после нашей операции будет отек и будет апноэ, он может просто задохнуться и погибнуть. Поэтому это есть прямое противопоказание для любых хирургических мешателей. Я к чему это говорю? К тому, что сейчас вы можете увидеть покивы очень много, когда там лазерное отрезание язычка, там три минуты и мы вас излечим и все проблемы ваши будут решены. И храпа не будет, и апноэ не будет. То есть надо грамотно подходить к диагностике. Потому что если тяжелая степень апноэ, и это подтверждается объективно методами исследования, нельзя оперировать этого пациента. Ему нужен СИПАП. И тут уже нравится ему или нет, он должен компенсировать свое состояние этим аппаратом. Есть ли легкая степень апноэ? Первое, это когда индекс апноэ до 30-ти. Мы проводим диагностику, называется СЛИП-Видеоэндоскопия. То есть задача заключается в том, определить, на каком уровне какой участок блокирует верхние дыхательные пути. То есть мы вводим пациентам медикаментозный сон, он спит у нас, мы заходим камерой, фиброскопом и смотрим, и мы записываем, документируем, что вот обструкция и показываем ему вот на этом уровне. Если мы можем устранить это хирургически, локально, мы это делаем и решаем проблему. Очень внимательно надо обращать внимание на диагностику. И та реклама, которая в интернете, на бигбордах, тут есть очень много вопросов, согласитесь, Юрий Нестеревич. Согласен. Отсечение язычка не решает реально глобально проблемы. Есть уволе фаринга полято-пластика, я сейчас уже говорю такими методами, терминами, это потяжка мягкого нёба. Может быть проблема у корня языка, может быть гипертрофия нёбных миндалин, может быть полипы носу. То есть правило номер один, только специалисту довериться, никакой рекламы. Не идите, не отрезайте себе язычки, это не поможет. Это иногда даже ухудшает. Это ухудшает ситуацию. Иногда такие рубцы образуются, что потом вообще люди... Или перфорация мягкого нёба, то есть когда пациент глотает борщ, извините, а картошка из носа выпадает. Я думаю, что благодаря сегодняшней программе люди хотя бы понимают, каким экспертам нужно обращаться в таких случаях. Мы благодарим вас всех и как обычно в нашей программе под завершение мы показываем вам выводы, к которым мы сегодня пришли. Сон – важная недооценённая функция организма, которая влияет на качество жизни. Большинство людей могут предотвратить развитие хронических заболеваний, следуя простым правилам здорового сна. Для улучшения активности мозга, раскрытия талантов и продуктивности рекомендуется выработать режим сна. Если вы страдаете от проблем сна, бессонница или храпа, немедленно обратитесь к врачу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова